Добрый день, братья! Ну что ж, сколько ниточка не весь, а прогноз на бой Василия Ломаченко против Масаёши на катании пилить все-таки придется. И по правилам нашего канала, по традиции, мы пилим прогнозы только после того, когда мы узнаем время и место поединка. А время и место поединка Масаёши на катании против Василия Ломаченко мы знаем. Бой состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Об этом уже официально заявлено. Итак, что объединяет Василия Ломаченко и Масаёши на катании? Их объединяет, во-первых, общий обидчик. Их обидел, так сказать, Теофима Лопес. Они ему проигрывали по очкам. Еще их объединяет возраст. Они фактически ровесники. На катании 32 года, а Ломаченко 33. Там год разницы, в принципе, не влияет. А на это у них сходство уже и заканчивается, потому что по антропометрии там просто какая-то пропасть. На катании рост 182 см. У Ломаченко 170 см. Размах, то есть разница в 12 см. Ломаченко ниже за накатанием на 12 см. Размах рук у Ломаченко 180 см. У Ломаченко 166 см. Здесь еще хуже. Разница в 14 см. На катании дебютировал в 2011 году. Провел за это время 20 боев. Одержал 19 побед, 13 досрочных и имеет всего на все одно поражение. Ломаченко дебютировал на два года позже, в 2013 году. За это время провел 16 боев, 14 побед, 10 досрочных и имеет два поражения в своей карьере. Как будет проходить бой этих боксеров? Мне кажется, что Василий Ломаченко, чтобы противопоставить разницу, такую довольно значительную в антропометрии, будет противоставлять этому физподготовку. Мы видим, что он сейчас занялся бегом, а там вот такими, скажем, общеразвивающими, общеукрепляющими упражнениями, которые развивают функционалку. Для того, чтобы уходить от длинных рук на катании, ему, конечно, нужна функционалка. Он будет пытаться убегать. Если, допустим, Теофима Лопес противопоставлял на катании ударную мощь, у него, правда, ничего не вышло, потому что на катании железобетонная башка. Кстати, тут бой очень интересный. Красавцы на катании и Лопес провели очень хороший бой. Очень много было обменов ударами. И, собственно говоря, мне кажется, что если бы этот бой, я уже об этом говорил тогда после боя, и говорю, что если бы бой проходил, допустим, в Японии, не было бы того столкновения головами, после которого на катании, ну, было видно, был очень потрясен, то кто его знает, как бы этот бой еще и закончился. Возможно, так, как закончился последний бой на катании, где он сумел перерубить своего соперника, хотя уже в дебюте боя он дважды побывал в нокдаунах и частую проигрывал по очкам, но потом сумел джебом потрясти своего соперника и доработать и победить довольно досрочно довольно-таки сильного соперника. Последний бой на катании – это была яркая победа. Он очень этим запомнился и понравился. Последний бой Василия Ломаченко, ну, мы уже говорили, переговорили, да, это невнятный абсолютно такой был поединок. Он первую половину вообще непонятно, что делал. Я смотрел этот бой и не знал, чего он ждет. То есть пассивность полнейшая. И сейчас Василию Ломаченко нужно реабилитироваться. Бой этот еще интересен тем, что, ну, вот, два бойца брались против Лопеса. И, вы знаете, если кто-то из них победит, то, ну, почему бы им не бросить вызов Лопесу, а не провести еще раз бой-реванш, сказать, что то поражение было случайным. И теперь вот, давай еще раз-ка мы померяемся силами. Масаёши на катании проигрывает Василию Ломаченко в технике, тут без сомнений, возможно, и в скорости, в рефлексах. Но хватит ли у Ломаченко, кстати, который сейчас идет уже стремительно на закат, виной тому даже не возраст, а виной тому, я часто говорю в своих видео, такая выработанность. Человек буквально всю свою жизнь боксирует, и он уже просто устал. Устал. Знаете, есть такое понятие усталость металла. Ну, а тут уже просто усталость организма. Ломаченко, очевидно, последние несколько лет приходится через силу заниматься боксом, и уже он просто, ну, устал, и тело его не хочет. Поэтому сумеет ли он выйти в лучших кондициях? Мы ведь видим, что от боя к бою он все больше, скажем, проседает Василия Ломаченко. Хватит ли ему компенсировать разницу в антропометрии, я не знаю. Но то, что на катании будет, я бы, например, советовал на катании с первого прямо раунда и по последний, держать Ломаченко на джебе, подключать правый, и, в общем, идти в размен ударами. В принципе, на катании можно держать Ломаченко просто на джебе, и из-за такой разницы в антропометрии, в длине рук, перебивать, пытаться перебить Ломаченко на длинной дистанции. Вряд ли у него хватит мастерства, чтобы это делать. Василий Ломаченко, я думаю, будет проходить на ближнюю дистанцию, наносить много ударов, но Ломаченко едва ли хватит ударной мощи. Хотя он сейчас нарабатывает, вроде бы, удар, и план его ясен. То есть уходить от накатания и потом идти резко на сближение и попытаться потрясти его, нокаутировать. Я думаю, это вряд ли у него получится. Как пройдет бой, честно говоря, я не знаю. Это классический такой мегафайт. Будет бой Лопеса против Комбасоса, и там менее интересный куда бой, чем вот бой на катании Ломаченко, который я смотреть буду с огромным удовольствием. Если честно, положить руку на сердце, ну, где-то 50 на 50. 50 на 50, я даже не знаю. Прогноз пока что я делать не буду, просто вот так вот порассуждали об этом событии. И не знаю, я туда дальше, возможно, где-то через пару недель определюсь с прогнозами на зову своего фаворита. Пока что на вскидку 50 на 50. Ну, вот такие предварительные мои мнения. Пишите, друзья, что вы думаете по поводу предстоящего этого поединка, потому что, ну, я, например, когда впервые услышал о том, что этот бой состоится, мне как-то не поверилось. Я подумал, что процентов, наверное, на 90, что этого боя не будет, и немножко даже удивился, что уже подтверждена дата и, в общем, и место этого боя. Ну, что ж, всего вам самого крутизного. Ставьте теперь пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал. Всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни.